Девчонки, всем привет! Меня зовут Иолина. Хочу сегодня вам показать еще косметику и парфюмерию с сайта Рандеву, который я заказывала сюда в дорогу. Я просто хочу наконец-то распаковать парфюм, очень хочу, поэтому я вам его быстренько покажу. Но сначала хочу показать еще одну марку, бальзам после бритья. Помните, я говорила, что на годовщину свадьбы мне Рудольф подарил украшение. Сейчас я вам покажу, какое вот это вот. Вот это вот. Sunlight, помните, вот это вот красивое украшение. И я уже снимала о нем видео, а я-то ему ничего не подарила. Думаю, что бы ему такое заказать, что бы такое заказать. Парфюм он у меня не пользуется. Думаю, ну вот, закажу. Так, я извиняюсь, если что у нас соседи, тут у них праздник. Они тут столы расставили возле бассейна. И у них там что-то отмечают, юбилей какой-то или что-то, не знаю, куча-куча столов. И, в общем-то, отмечают, отмечают. Поэтому могут немножко шуметь. И я поэтому закрыла везде двери, окна. И, в общем, так, давайте буду вам показывать. Так, девчонки, напоминаю, на рандеву продолжается распродаж. Осенние скидки до 50%. И помните, они в каждый заказ кладут два подарка. Я забыла вам в прошлый раз их показать, но я вам покажу в следующий раз. Давайте так. Я там немножечко расскажу. Там мы будем про уходовую косметику и парфюмерию тоже. У меня еще есть парфюм. И кое-какое обалденное, не буду вам рассказывать, пока еще средства уходовые, шикарные. Той фирмы, марки, которую вы еще не видели. И покажу подарочки в следующем видео. Хорошо? Распаковки у меня не было. Еще раз повторюсь, потому что я все привезла сюда. Естественно, из коробки распаковала. Мне в чемодане надо было. Иначе бы я по-другому не привезла. Так, хочу распаковать. Буду вам показывать, что. Так, сначала. Помните марку Виши? У меня есть термальная вода. К сожалению, у меня она не здесь. Сюда я привезла вот такую термальную водичку. Вот эту вот. Она тоже на рандеву продается. Обалденная. Но больше мне нравится Виши. Помните, Виши у меня в Финляндии в косметичке лежит. Обалденная Виши. Это просто, ну, это просто моя мечта. Так, мне нравится. Там поливеризатор лучше, чем вот здесь. Вот здесь поливеризатор обычный, хотя распыляют мелко, дисперсно. А там прям вообще волшебно. И еще. Помните косметику Holy Land? Знакомство с косметикой Holy Land я начала с бальзама после бритья. Первый раз я заказала бальзам после бритья для Рудольфа. Подарок. Он его истратил практически. Немножечко осталось дома стоит. Ему очень нравится. Он такой мягкий, нежный. И он успокаивает кожу. Я подумала, надо попробовать еще какую-то марку французскую. Виши. Помните, косметика Виши? Так как у меня термалочка была. И я опять же начинаю свое знакомство с бальзама для бритья. Мужского. Он, значит, это Виши лаборатория Хомда. Ну, короче, Сэнси Баум. Бальзам после бритья. Так, давайте я вам прочту. Я читала, что он успокаивает кожу. Вот так вот выглядит бутылочка. Ну, сейчас я его достану. Я пока буду читать и доставать. Стоит он 3498. Минус, не забывайте, это со скидками, да. Но не забывайте про мой промокод. А10 и Алина дает дополнительные 10% ко всему, что вы находите на сайте. Суммируется со всеми скидками и акциями. Ой-ой-ой, я, наверное, коробочку эту порву. Потому что у меня... А нет, у меня есть ножницы здесь. Вот. И мы решили, что здесь ему нужен какой-нибудь бальзамчик. Именно мягкий, успокаивающий. Не лосьон, а именно бальзам. Потому что бальзам снимает раздражение, шеушение и все такое. И особенно, когда вы бреетесь, вроде бреется электрическая бритва, она немножко может повреждать, где-то вырывать волоски. Ну, вы понимаете, да. И поэтому он любит электрические бритвы. Повреждения кожи, оно такое, знаете, неизбежное. Какие-то мелкие, чтобы не было вросших волос. И вот как раз бальзам и верши, они ухаживают за кожей. И ухаживают. И смотрите, какая-то оба 75 миллилитров. И увлажняет, и в дороге хорошо. Это не какая-то бутылка, это вот то же самое в виде крема. Так, ну что, выдавлю. Ой, сейчас даже скажу, чем пахнет, пока не могу понять. Ой, ничем не пахнет. Слушайте, классно. Он не любит у меня запахи, вообще никакие не любит. И для него это просто, ну что-то, нечто. Он любит, когда особо ничем не пахнет. Потому что иногда уходовые средства вызывают у него какое-то вот, ну, такое. Мне нравится, кстати, Холиленд, тоже, да, такой в бутылочке, тоже с дозатором после бритья. Он пахнет дорогим уходовым средством, именно таким профессиональным. Этот не пахнет ничем. Супер, просто супер. Так что я довольна втройне. Главное, чтобы ничем не пахло, потому что мужчины, знаете, да, кто любит запах, кто не любит. И с женщинами то же самое. Поэтому вообще уходовые средства самые лучшие, которые, на мой взгляд, не пахнут. Вот так вот. Потому что всем не угодишь с ароматом. Иногда бывает, ты покупаешь вопреки, да, ну, в общем, и запаху, да. Вот у меня там, например, уходовое средство для волос. Но я нашла лучше, девчонки, да. И это уходовое средство тоже есть на рандеву. Я уже нашла, я закажу. А потом с вами поделюсь, хорошо? Вот так вот. Так, короче, он для сухой кожи. Вот этот бальзам после бритья. Он справляется, восстанавливает клетки, улучшает внешний вид. Кстати, тут еще написано, что борется с комедонами, угревой сыпью. Кстати, это плюс. Это для молодых парней тоже подойдет. Вот, девочки, вот, прелесть какая, да. Вот так вот. Так что очень даже, я вот это не замечала, что у Рудольфа, конечно, нет таких проблем. Но ему нужно, чтобы было, устраняло воспаление и раздражение. Здесь как раз это есть. Плюс кожа становится идеально гладкой, потянутой, эластичной. Для мужчин, у которых там уже возрастные изменения, вообще супер. Ну, вот как-то так. Отзывы, кстати, пишите на рандеву. По отзывам я могу приобрести, вы можете приобрести и плюс баллы дополнительные копите, которые можете рассчитываться за свои покупки. Ну, я, по крайней мере, так делаю. Я всегда пишу отзывы, потому что у меня купятся баллы, я очень довольна. Накопились баллы, я могу что-то приобрести на эти баллы. Класс. Когда бывает смотришь, думаешь, что бы взять, что бы взять такое, да? Ну, денег жалко, еще что-то. Смешал, у меня баллы накопились, давай я туда их добавлю. Получается уже бесплатная доставка и вообще супер. Так что, ну, вот я заказала ему вот это средство, оно не такое дешевое, еще раз повторюсь, да, оно стоит, ну, то есть мне оно 3 800 обошлось, вот это средство, ой, 2 800, извините, со всеми скидками, но не дешево, ну, понимаете, почему нет дорогого мужа на подарок? Знаете, после бритья, любой мужчина бреется. Я не знаю таких мужчин, которые не бреются, если только не отращивают огромную бороду или там как-то стригутся, да, все остальные. И даже все равно мужчины где-то что-то подбревают, они все равно используют средство после бритья. Оно всегда пригодится, особенно если оно еще и без запаха, да, вот как оказалось. Здесь не написано было, что оно без запаха, но я думаю, что это будет то средство, которое я буду приобретать не единожды, потому что это оно классное. Так, показала вам, супер, девчонки, ссылочки все оставлю в описании. Так, ну что, теперь я покажу вам, не, давайте, ладно, покажу, раз уж я показала мужское, давайте я мужским закончу. Один из подарков с рандеву был мужской вот такой вот MySelf, да, MySelf, ну вот пробничек с туалетной водой, наверное, потому что я вот заказала Вишин. И, короче, давайте я вам сейчас его покажу. Я его брызнула уже несколько раз себе на руку, он очень стойкий, яркий, MySelf и в Сен-Лоран. Вот такой вот. Здесь миллилитр и парфюм. Дайте, девочки, вы на рандевом мужчинам что-нибудь заказываете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И пахнет он, знаете, вот именно лосьоном после бритья, вот таким вот стандартный запах, такой цитрус, это лимончик и немножко мяты, на мой взгляд, да, что-то элементола. Лимон, мята, вот такие солирующие нотки, немножко мускуса, для того, чтобы вот мужчина после бритья как-то бреться таким стандартным вот, честно, Рудольф сказал, что это не сильный его запах, что он сильно насыщенный, но я, наверное, пробничек ему все равно кину, хотя он не пользуется никогда, ну или кому-нибудь подарю. Мне запах очень нравится, очень нравится. Давайте еще раз покажу. Это, наверное, какой-то новый аромат, девчонки, в Сен-Лоран. MySelf. Подскажите, пожалуйста, мужской. Так что вот такой вот. Ему подарочек сделали. Второй у меня подарочек, это уходовое средство. И я покажу в другом видео, потому что я тоже буду показывать уходовое средство. Помните, РНДУ всегда дарит два подарка. Два разных подарка в любом заказе. Так что, если вы хотите почаще подарков, вы делаете маленькие заказы, но часто. Тогда в каждом заказе будет два подарка. Так, это такой маленький лайфхак. Но, если совсем маленький заказ, то доставка будет платная, да, нужно больше пяти тысяч набрать, ну, смотря от региона, где-то три с половиной, где-то пять, и тогда будет бесплатная доставка. Я заказываю с ДЭКом, и мне получается уже бесплатно. И, значит, ну, подарочки. Значит, набирайте что-то побольше, чем на пять тысяч, и несколько раз, если вы хотите там на десять тысяч набрать условно, да, берете пять, и пять, две посылки, вот, с бесплатной доставкой, но подарочка уже четыре. Так, ладненько, девчонки, теперь я хочу вам показать потрясающий аромат, потрясающий аромат, который я давно хотела, но сомневалась, нужен он мне или нет. Ну, ладно, короче, не буду томить. Это Лави Эбель Солил Кристалл. Это флангер классики Лави Эбель. Помните, у меня был такой аромат, к сожалению, нету тридцаточек, на рандеву сразу продаются пятьдесят, но и, в принципе, я вообще нигде не видела, чтобы где-то были тридцатки, и подумала, что почему нет, и пятьдесят прекрасно. Так, ну что, сейчас я вам открою и покажу, и мы будем нюхать. Я этот аромат, вообще, честно скажу, ни разу не тестировала, но я восхищена описанием этого аромата, и кто его покупал, девчонки, мне сказали, бери, не пожалеешь, поэтому я сейчас буду его тестировать вместе с вами, потому что, помните, у меня Лави Эбель, Джулия Робертс рекламирует этот аромат, был в классической версии, был, наверное, на один, два, раза два или три, и у меня последний раз был маленький флакон, я истратила, сделала перерыв, года полтора или два, у меня даже его не было, я поняла, что это та классика, которую я хочу иметь, но я не хочу иметь, точнее, не то, что не хочу, а мне не хочется приобретать, уже, наверное, тот же самый аромат, потому что у него, на последнее время, столько фланкеров, и лё, и, сейчас, девочки, даже посмотрю, сколько фланкеров, пока я брызнула себе аромат, кстати, хочу вам показать флакон, мне такой интересный, такой красивый, и мне всегда нравилось вот это вот, у него вот этот вот бантик, который я всё время снимала, и одевала на палец, кто так делал, напишите, ой, красивый, какой аромат, я сейчас сижу, наслаждаюсь, и он такой пудровый, идеальный, так, ну, смотрите, лавейбель, есть классика, есть лавейбель интенсемент, я, честно, уже запуталась, потому что есть ребристый флакон, это и клад, по-моему, да, был, ирис абсолютно есть, но ирис, он такой пудровый, я люблю ирис, но не очень, потому что мне напоминает чуть-чуть, вот пыльный мешок немножко, поэтому я думала, вот ирис взять, или что-то такое, так, солил кристалл, вижу, да, ещё есть лё, туалет флораль, девчонки, какая версия лавейбель вам нравится больше, вот если вы любители парфюмерии, и вам это всё нравится, заходит, напишите, пожалуйста, так, что ещё есть, лавейбель бутик, принтемпс, боже мой, такой с цветочком, да, то есть его столько, и я поняла, что я, я честно тестировала, только вот эти вот, иклад, по-моему, какой-то, лё, что-то такое, и вот, и на этом остановилась, и всё, так, ну ладно, не буду продолжать, там очень много фланкеров, просто какое-то дичайшее количество, кстати, я ещё хочу вернуться к виши, в конце видео я с вами поговорю, насчёт виши, косметики, мне нужен будет ваш совет, так, сейчас я найду, вот этот вот, салил кристалл, так, и, кстати, он есть в 10 миллилитрах, вот такие узенькие тубочки, но я хотела флакон, значит, потом есть 50, 100 миллилитров, да, вот дозировки, стоит он 8341, минус мой промокод, 10%, получается 7500 за 50 миллилитров, может быть не сильно дёшево, но и недорого по нынешним временам, потому что сейчас всё так это, ну и не забывайте, если баллы копите, тоже, да, может добавиться, я пока коплю баллы, я пока их не трачу, потому что мне хочется сразу так много потратить, что они, например, какой-то парфюм взять на эти деньги, или ещё что-то, ну что-нибудь такое, то есть я не в каждом заказе их трачу, так, ну вот я так делала, а вы как, кстати, тратите баллы, вы их каждый заказ тратите, или как? Баллы, которые вы за отзывы, за покупки, да, за покупку копятся баллы, за отзывы баллы, тоже такое, да, поэтому вот как-то так, ну что, он создан в 21-м году, я так поняла, что это не самый, ну не такой старый фланкер, потому что были фланкеры, которые были уже очень давно, и я немножечко в них потерялась, ну тут написано, аромат счастья, свобода, озаряющийся, стильный женский образ, в общем-то, так, ну что, здесь жасмин, душистый флёрд оранж, и чувствительный ланг-иланг, слушайте, мне напоминает что-то такое женское, нежное, я не слышу никакого и ланг-иланга, хотя может он немножечко тут есть, и мякоть, экзотический кокос, вот кокос я слышу, мне чуть-чуть, вот как скажем, он напоминает, ну прямо так сказать, что напоминает Том Форд с алейбланк, я не могу, там прям слишком примитивно этот кокос, примитивно этот, как его, такая сливочность какая-то, вот не знаю, здесь оно как-то все очень дорого, очень красиво, а, кстати, я же это, я его не первый раз тестирую, да, у меня девочки, у женщины знакомые, есть такой аромат, и на ней он играл очень красиво, немножечко пудрово мне показалось, ну прямо вот, ну по-летнему, немножко в стиле моей вот этой Олимпии, по карабан, и не совсем классические, как лавейбель, то есть вот классика база основная слышна, а потом уже она меняется, восточные пудровые нотки ванили, да, конечно, дынного ириса, и магической пряности пачули, пачуль всегда здесь есть, потому что лавейбель всегда горчили, всегда была ваниль, это понятно, но она была всегда на какой-то вот, прикрытыми вот этими пачулями горчащими, да, потому что иногда прям ваниль, или она сладкая, или как-то ее слышно, как все Джорджи Армани, вот там, кстати, мои ароматы стоят, и я как-нибудь сниму весь свой парфюмерный гардероб здесь, в Испании, то есть все, что у меня есть, то есть мой парфюмерный гардероб, да, здесь как бы все мои парфюмы, я хочу их дальше, конечно, коллекционировать, я вообще люблю парфюмерию, но когда в одном доме, она где-то там стоит, да, вот здесь вот она мне тут надоела, тут надоела, а тут я приезжаю, у меня здесь новая, а там у меня другой, и в общем-то мне все это очень сильно нравится, так что вот такие дела, вот, в общем, прекрасный аромат, ну, какой-то цвет, боже мой, что-то в нем такое, манящее, знаете, вот реально магнетическое, и на такой стандартной базе вот этой идет, что-то прямо вот сливочно, какое-то молочное, знаете, вот, можете там молоко, иланг-иланг, ну, молоко кокоса, но мне вот слышится какой-то не просто кокос, а что-то вот какое-то молочное, именно молочно-сливочное, туда чуть-чуть вот этого, вот иланг-иланга, да, флёрд оранж, что-то очень красивое, да, здесь, кстати, всегда есть жасмин, но вот жасмин здесь где-то, где-то очень далеко, тут вот такой старт, вот именно сливочно какой-то, цветочно, боже мой, великолепный, выходит вот вперед, да, а вся база уходит назад, то есть вы слышите красоту вот этого классики, вот этой ланкомы, лови и бель, потому что она, в принципе, такая, типа как шанель, да, вот это всё, но оно в базе, а здесь оно очень современно и мягко, мягко именно вот так вот, по сливочному, я так люблю это всё, не просто какой-то там сливки, какие-то пластиковые, как сеньорина мистериоса, например, да, там вообще караул, просто пластик сплошной, ну, какая-то синтетика, синтетика, здесь так всё натурально, всё, ой, боже, какой аромат красивый, какой он красивый, именно вот солил, наверное, вот это, солнце, слушайте, стартует немножко, как будто чуть-чуть соли или имбиря чуть-чуть, это, это жасмин так стартует, на самом деле, это не соль, не это, соль она другая, хотя может чуть-чуть и соли, но не заявлено, да, здесь по крайней мере, а давайте я вообще, даже интересное хочется, интересно в двух словах почитать пирамидку, девочки, открываю фрагрантику, слышу, да, смотрите, мандарин, розовый перец, бергамот, и ланг-ланг, ирис, ирис дает вот эту немножко, пудровость какую-то, мягчую, но знаете, ирис, он дает мягкую пудровость, да, смотря сколько ириса, слушайте, ну тут его не так много, цветок апельсина и жасмин, да, кокос, ваниль, почули, и вроде кажется, такая комбинация жуткая, но она как-то, знаете, поэтапно вся, стойкий, прекрасный, ну, похож, конечно, на Лави и Бэль, девчонки, читаю отзывы, и здесь пахнет, да, кому-то тропическими цветами, кому-то пахнет, ну, не пахнет крем-загар, да, не пахнет совершенно, ощущение курорта, и я хочу сказать, что он очень похож, все-таки, мне, на Олимпию Пакарабан, потому что я слышу, вот эту ваниль с солью, да, ну, может быть, тут перец вот этот розовый, плюс немножко кокосика, которого не хватает мне в Олимпии Пакарабан, здесь у меня Олимпия есть салар, но она как с попкорном, то есть такое ощущение, что я вышла на пляж, и вот продают попкорн, на пляже вот попкорн, да, а здесь вот ощущение именно солнечного пляжа, песка вот этого горячего какого-то, да, каких-то вот этих вот коктейлей таких, но не пиноколада, да, а что-то вот такое вот, вот кокос передо мной стоит, я на пляже, солнце, песок, понимаете, вот это вот море прибой, и вот все комфортно, и действительно нет вот этого молочного, то есть молочный оттенок есть, но не средство для загара, но что-то такое перемешанное с кожей, запах, да, салей кристалл, это солнечный кристалл, волшебный аромат, и зимой, и летом, слушайте, и на жару он подойдет, вот как и легенд Олимпия Пакарабан, и на зиму, и плюс он еще подойдет весна-осень, потому что он насыщенный аромат, хороший, мне он очень понравился, это вот, да, вот такая вторая версия, Олимпия Ленинг мне прям вообще зашел, слушайте, супер, но при этом я кубаза вот такая вот классическая, ланкомовская, то есть она будет красивая, благородная, аромат, ну просто бесподобный, по мне так он очень удался, и я вообще в восторге, все, девочки, я его люблю, я его даже не хочу здесь оставлять, я хочу его с собой, я хочу его с собой, в Питер, в промозглый Питер, чтобы мне было вот вкусно, приятно, нежно, дорого, он так дорого-богато звучит, красиво, но не шершаво, как вот прям вот классик, она такая острая, да, а вот он мягкий, он такой красивый, он такой приятный, он такой уютный, и он современный, вот это тоже самое важное, сейчас современные, это в основном какие-то цветочки, еще что-то, или какие-то направления уже ближе к нише, вот здесь направление ближе к нише, вот такой вот какой-то непонятный, немножко какой-то вот куда-то уходит. Но пирамида здесь очень богатая. Я думаю, что там бедненько написано. На самом деле он прям очень скроен красиво. В красивом букете нету прямых ноток вот этих таких острых. Потрясающий аромат. Потестируйте, пожалуйста. Так, я сейчас посмотрю, а у них есть пробнички полтора миллилитра или нет? На рандеву именно. Даже интересно вообще, потому что что-то я пропустила этот момент. Но я вообще хотела его, знаете, я очень его хотела. Давно потому что всегда мне как-то манил именно то, что это солнечный кристалл. Думаю, что-то, наверное, летнее такое. Но понятно в стиле лови-бель это будет все равно лови-бель это будет все равно насыщенная, стойкая и дорого звучащая. Это как Шанель. Вот если мы возьмем базу Шанель и на нее что-то наложим красивое это будет просто бесподобно. Уже давно кстати пора, мне кажется, Шанель переграть немножко в современные какие-то тенденции. А то там же, если возьмешь Шанель Габриэль какую-нибудь, да, или что-то такое там какой-то ретро куда-то уходит вот эти какие-то Жасмина передобавят Пачули передобавят еще что-то добавят типа Туберозы и получается такая Бабкина, извините ну я серьезно это вот для себя говорю, ну Бабкин цундук ну тяжелый случай а здесь просто молодцы 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 они вообще сделают именно вот трендово потому что надо идти много со временем если менять и делать фланкер то он должен быть современный да, так те ароматы эти запахи пример направления которые любит современная молодежь но вправлять в свою базу классическую вот это очень грамотно вот от Шанели жду того же если мы возьмем Шанель Тендер то Шанель Тендер он звучит я кстати хотела на рандеву взять Шанель Тендер у них продается Шанель в отличие от таких сетевых магазинов да, которые оффлайн ну, которые обычный магазин ты заходишь так что посмотрите если хотите Шанель Шанель Тендер да, люблю но у меня еще немножечко осталось я подумала, что я наверное паузу с ним сделаю потому что аромат не дешевый он простой он такой, ну, легкий да, и он не в стиле Шанель он, ну, понимаете да, такая вот приятная такая грифрутовая с айвой там еще с чем-то ну вот такими вот знаете, переливами такая немножечко цитрусово-цветочная водичка вот так вот не стиль Шанель совершенно и его очень много подделывают очень много поэтому много от кого его слышно как будто бы, да в таком примитивном варианте вы прям понимаете, что нет вот красивого мускуса нет этих почулечков чуть-чуть и прям вот слышишь что-то такое примитивное наверное какая-то копия а лавейбель кстати по-моему не сильно это и подделывают и вот такие ароматы это просто я люблю насыщенный в жару чтобы вот чем-то вот таким прям легкие ароматы люблю тоже у меня есть но иногда я себя вообще не слушаю а вот хочу чтобы вот эта томность да такая прямо пляжная вот ассоциации я на пляже с кокосом в этом лежу, загораю где-нибудь на карибах знаете, вот эти пальмы вот эти гамаки такие сеток какие-то кракушки под ногами но их мало, да то есть я наступаю на песок вот такое ощущение просто какого-то комфортно и такой очень очень ограненности хорошей мне очень понравился аромат он потрясающий девчонки напишите мне пожалуйста в комментариях что последнего вы приплетали на рандеву косметики парфюмерии а я вам естественно покажу в дальнейших роликах что еще я сюда вкусненького привезла и парфюмерию и кстати это будет такая нестандартная парфюмерия я даже не знаю почему я ее выбрала но вот мне захотелось выбрала из-за флакона будем с вами тестировать ее и еще новую косметику так, а сейчас вернусь к виши виши, девочки кто пользуется виши вы мне давно рекомендовали эту косметику потому что говорили что это аптечная косметика она очень хорошая она суперская да пожалуйста я хочу попробовать виши разные различные различные не линейки а различные средства продукты поэтому порекомендуйте мне пожалуйста в комментариях какой-нибудь продукт из фирмы виши хочу на нее вот тоже попробовать ее потому что все таки она аптечная она наверное какая то должна быть какая то какая то так что хочу начать посоветуйте мне пожалуйста жду вас в комментариях в следующем видео и да про парфюмы кстати может мне парфюм какой-нибудь порекомендуете вот серьезно не надо нишу какой-нибудь люкс вот последний который вам нравится да вот сильно который был может быть неординарный а вы купили и вас чем-то зацепил и вот напишите чем зацепил и чем нравится в какую погоду вы носите ну и говорили вам комплименты если говорили то в чем говорили потому что обычно говорят как у тебя сладенько пахнет или как у тебя манка пахнет как это как вкусно о боже как дорого да то есть разные эпитеты и вот что вам говорили если говорили да посоветуйте мне пожалуйста я жду и очень жду вас в комментариях пожалуйста давайте делиться хочу хочу Хочу, вот хочу У меня сейчас такой вот позыв Хочу парфюма, хочу косметики Хочу, вот, так что Жду И целую, и главное всем здоровья И прекрасного настроения, девчонки Встретимся завтра, пока-пока